Привет, дамы и господа. Продолжаю снимать Аланию в районы Оба, Тосмор и сейчас пойдем туда в сторону центра. После локдауна 6 часов 15 минут. Немножко сейчас пройдемся здесь. Отель Grand Tuesal, Grand Cap, на них все не работают. Очень много наснимал, много частей уже вышло с моря. С пляжей отельных Хайло, Азия. Прошлись мы там, где 16 пляж. Очень много моря снимал, показывал, рассказывал. Обязательно посмотрите. Ну там вот на пляже Grand Cap, на Grand Tuesal купаются люди. Ну это местные отели, то они работают. Сейчас немножко туда пройдемся, потом пойдем назад в сторону теннисных столовой. Апельсинки только ноги мне надо будет помыть. В песке сейчас иду. Сейчас вот хорошо, не жарко. Сейчас градусов где-то 28, наверное. Наверное, не меньше, не больше. Очень-очень комфортно. Не холодно, не жарко, а именно классно. И вода реально здесь 100% 25 сегодня. Возможно, я завтра наконец-то искупаюсь. Я не купался, люди. Я не вру, я действительно не нарушал комендантский час. Несмотря на то, что у меня было разрешение. Я мог выходить из дома, как бы, да. Но на море, естественно, купаться в море нельзя. И я не купался. Я не скрываю, возможность была у меня такая. Я спокойно искупался бы. Никто бы не... Ну, я бы сказал, ну, нет, не купался. Во-первых, нельзя нарушать закон все-таки. А во-вторых, потому что вода холодная. Вода реально для меня еще прохладная. Хотя это вода черноморская. Я 10 лет подряд отдыхал по полгода примерно каждый год в Севастополе. И я купался. И вода, когда была 24, это была, как здесь, плюс 30 для меня. Это теплючая вода была. Ну, вот как-то здесь после 30 разбаловался. Вот так вот выглядит Гран-Туй-Сал. Сейчас полностью реконструированный, обновленный. То есть там оставались одни торчащие стены. Все остальное они полностью сделали заново. Он очень красивый сейчас. И вот пляжики. Здесь, наверное, Гран-Туй-Сал пляжик. А вот там пирс, вот и вот следующий пляж. Это Гран-Кэпто. Местные люди здесь. Немножко их и все. А вообще людей мало. Я ожидал, что сегодня прям толпа. Но возможно, сейчас, когда будет темнеть, по набережной будет ходить больше людей. Я ожидал как-то большего сегодня. Людей, в принципе. Котейка, такой потрепанной. Иди дам кушать. У меня чуть-чуть последняя еда. Еда закончилась. Почти, иди сюда. Иди, иди дам тебе, иди сюда. Чуть-чуть есть езды. Для экстренных случаев, для голодных котиков. Привет, мы тебя еще не видели, по-моему. Да, да. Тебе, тебе. А, мой красавчик. Кушать. Вот так вот здесь сейчас вы видите. Красиво. Ветерочек дует вообще так классно сейчас здесь. И свежащий ветерочек. Обалденно просто сейчас здесь. Местные малыши купаются, вы видите. Пока нет туристов. Неизвестно, будет ли Гранд Туисал и Гранд Кэптон, будут ли они в этом году работать. Кто не знает, там пирс уже настолько ржавый стал на Гранд Кэптон, что не знаю, будет ли он держаться. Так с виду, а может просто он с виду выглядит, просто ржавый и все. Вот здесь замечательное море. Сейчас есть рыбаки, аж три человека, вижу рыбаков. Иначе что-то ловится, возможно. Солнце светит вовсю, но уже оно не печет солнце. Солнце комфортное сейчас. Котейкин, тебе еще, да? Совсем голодный здесь, да? Иди куда-нибудь ближе к людям, где кафешки, где в кошачий домик ты сможешь поселиться. Чего ты тут один в пустоте вот так. Хотелось бы сегодня обойти все. И на Клеопатру попасть, и в центр, и дойти до Димчая. И, блин, и Махмутлар, ну, блин, понимаете сами, что нереально все, обойти сразу. И, кстати, я что-то еще, друзья, вот... Сколько я иду по набережной, а что-то не вижу автобуса. Я их не видел во время локдауна, а я что-то не вижу и сейчас вообще-то. Не знаю, какой сейчас график у автобуса. Это Гранд Уйсал, новенький вот такой вот классненький. Бассейн там новый построили, глубокий, классный. И Гранд Кэптон. Сейчас, возможно, на эту сторону перейду, заглянем немножко в Гранд Уйсал. Я делал про него видео, блин, так и не смонтировал. Хотел показать, какой он был, потом какой он был, когда одни стены тут оставались. Все наснимал, ну, блин, так и не смонтировал. Гранд Кэптон в прошлом году он простоял. Ну, вы знаете, вот эти вот кучки песка, они как бы говорят о том, что, скорее всего, отели будут открываться, и пляжи готовят. Вот эти кучки песка, они не просто так, и палатка вот чья-то стоит. То есть, скорее всего, будет работать отель. Раз они вот этот песок завезли, и будут его разлавливать. И пляж будет работать здесь, вы видите. Не просто так идут секучки здесь. Так интересно оно так выглядит, как какое-то марсианское поле здесь. О, автобус, автобус. Ну, половинная заполняемость где-то в автобусе. Пацаны бегают по марсианскому полю, это местные. Возможно, это они живут в этой палатке вот здесь. Тоже как бы мало людей, я не знаю, почему так мало все-таки местных. И туда смотрю, на пляжи, до самого Дымчая. Да, есть там люди, но их совсем немного там. То есть, ну, как бы все живущие здесь не вышли уж точно на море сегодня. Может, вышли на рынок, я не знаю, куда они вышли. Ну, кто-то вот даже с палаткой. Даже с палаткой. Наслаждайтесь красивым видом. Обалденно просто. Не хочется и уходить на морской воздух. Боже, как я за всем этим скучал. Как будто я реально просидел месяц дома. Вроде и ходил каждый день, и море рядом было. Только что не заходил, как бы у него. А вот настолько соскучился за всем этим. Сейчас ветерочек с моря дует, легенький, свеженький такой. Так классно вообще, обалденно просто. Солнце светит еще. Такое впечатление, что жарко должно быть, но нет. На солнце совсем сейчас не жарко. На солнце именно комфортно. У них идут вот эти марсианские впадины такие здесь. То есть будут открывать этот пляж. Это постепенно начинается подготовка пляжа отельного к сезону. То есть все вот эти кучки разровняют. Это будет здесь идеальный, красивый, песочный пляж. Отель, скорее всего, будет работать. А вот какой из них? То есть либо Гранд Кэптон, либо Гранд Туисалт будет работать. Какой-то из двух отелей будет открываться, я думаю, в этом сезоне. Иначе эти кучки бы не делали. Выглядело все сейчас по-другому. Скорее всего Гранд Кэптон, наверное. Хотя, в принципе, сложно сказать. Нет, вот это пляж Гранд Кэптон. Да, это точно. А вот это Гранд Туисалт, скорее всего. Или я даже не знаю, где пляж Гранд Туисалт. Но, в общем, кто-то из них точно планирует открываться в этом году. И скоро мы это узнаем, я надеюсь. Также сегодня слышал о том, вроде что все-таки поехала делегация в Российскую Федерацию на переговоры. Но, честно, если я не верю совсем, что откроется Россия с 1 июня, а уж точно не с 1 июня, если даже откроется. И июля тоже не верю. Ну, блин, многие верят местные. И дай бог, чтобы так и было. Чтобы вы смогли приехать, планировал. Не откладывать это все на октябрь. В октябре, я надеюсь, точно все откроется. Ну, блин, опять же, какая эпидситуация будет с этой пандемией по миру. Никто же ничего не может предсказать. Сейчас Гранд Туисалт я вам покажу. Зайду даже на территорию. Пару шагов сделаю. Потом, если не лень будет, я как-нибудь все-таки смонтирую эти видео, которые я готовил. Итак, смотрите, здесь бегает злая собака, которая может меня укусить за задницу, но ради вас я иду и показываю. Вот так он теперь выглядит. И там новый большой-большой бассейн. Я не знаю, что здесь было раньше, вот на этой территории, но здесь все полностью новый пол, новый большой классный бассейн. Вход у него стандартный главный ресепшн, с той стороны вход, со второй линии. Ну, в общем, вот так вот он шикарно выглядит. Так что, кто-то, либо он, либо Гранд Кэптон, как я уже показал, пляжик, будет, планирует, по крайней мере, в этом сезоне работать. Если кто-то будет сейчас сидеть на саритаж из персонала, сейчас попробуем узнать, по поводу саритаж, планируется ли его открытие вообще в этом сезоне. И здесь сразу вот с ними соседствует уже альваситоси. Это замечательный. А, стоп, или я уже запутался. Нет, альваситоси следующий. Это не альваситоси. Следующий альваситоси, большущий комплекс. Со своим пляжем, переходом подземным. Как хорошо, что не жарко, а то я заросший вообще капитально. Я просто шел бы сейчас мокрый. А сейчас, вот сегодня настолько комфортно, что я даже не мокрый. Вот настолько вот реально, то есть комфортная погода. Я иду, даже у меня волосы сухие на голове. Совершенно. Хотя, в принципе, и солнце светит, и маска под носом, и рюкзак на спине. Но мне сейчас обалденно просто. Вот такая, если бы все лето вот такое вот было бы, если... Потому что даже 2-3 дня назад я ходил, стонал и умирал просто от жары. А вот вчера, сегодня... Сейчас вот вообще комфортно, реально. Оно еще и от влажности зависит, когда высокая влажность, всегда практически мокрый. Когда влажность нормальная, оно... Но правда, я сейчас абсолютно не мокрый. Хотя заросшие весями, куча волос на голове, они должны быть мокрые. Все, вот Альваситоси, территория, чешка гуляет. Красиво здесь, беседки всякие. Шикарный комплекс. Тут, может быть, не супер крутые дома с виду, как бы, но они все равно не классные. Ну, потрясающая территория огромная. Свой пляж, свой выход на море. Ну, что еще надо? Бассейн огромный там. Всякие беседки. Что тут пока нету? По-моему, белорусская машина поехала, белорусские номера. Трудно спутать с кем-то. Давно не видел белорусских машин в Алане. Вот Альваситоси. Все, я сейчас помою ножки, друзья. И потом в следующей части мы будем идти, наверное, я включусь где-то уже на набережной. То ли на 16-м, то ли на Ваньгол, где мы будем идти в сторону цветного фонтана. Может, его включат сегодня? И апельсинки, и туда, короче. В центр нет, на Красную башню я сейчас точно не пойду. Уже сегодня находился и по рынкам, и везде, блин. Вот она, эта улочка. В четверг будет рынок Тос Моревещевой. Там начинается в конце этой улочки. Насаритаж, ну не знаю, сейчас ли кто-то будет, как я вам сказал. Я попытаюсь у них спросить что-то. Блин, они сидят, но далеко. Они до причёй, они все не говорят по-русски. Хотелось бы спросить, узнать, на отеле откроется, не откроется. Может, хозяин сидит там. Хорошо, несмотря на то, что не жарко, а всё равно приятно всегда. Там будет много, где умыться, окунуться в колоночки. Класс. Штучок. Сидят они там. Они не закричу. Курисио хозяин сидит. Я не помню, я уже делал видео, они мне говорили, когда они планируют примерно открываться. Они говорили, что плохо продаются путёвки Путроф, плохо бронируются, и они на месяц или на два переносятся. Но это было ещё до закрытия Турции и России. Вот, кстати, их телефон. Вайбер, ватсап, можете попробовать набрать. Также у них сайт должен быть. Но это кому очень-очень надо узнать, вот когда откроется с аритаж. Всё, друзья мои, я чуть-чуть пройдусь без камеры, а потом включусь и пойдём дальше, как я сказал. В сторону центра, конечно, столов. Сан-Франциско. Да, так и он работает. Кондишены крутятся, висят у людей вещи на балконах. Работает, работает. Там вещи висят. И луна тоже работает, как я и сказал, эти два отеля работают. Всё, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Для вас стараюсь. Что-то тут иду на солнце прямо, оно у меня в лицо так и печёт, да. Не могу сказать, что прям жарко, но ты чё. Блин, Миграс вспомнил, что у нас магазин, чтобы надо бы зайти. Какой Миграс тут имеется в виду? Наверное, что дальний, который аж там-там-там. Потому что тут-то нигде Миграса никакого нет. Отель Сан-Трамси Лоунши на Гранд Боярре или Клуб Боярде. На Клуб Боярре нажму стоп. А вы мне сразу поставите лайк, кто ещё этого не сделал. Спасибо большое. Привет из Алании. Тёплое море, хорошего воздуха тем, кто есть сейчас здесь и тем, кто будет здесь в ближайшие дни. И россиянам скорейшего открытия. Давайте всё-таки верить, 1 июня. Охрен его знает, а вось получится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.